Всем привет! Вы на канале Бывший Холостяк, с вами снова Эдвард, Мадина, мы все еще в Турции, мы сегодня собираемся поехать на Валандовые поля, это в 120 километрах от Анталии, сейчас конец июня и это самое время ехать на Лавандовые поля. Говорят, что они всего лишь месяц цветут. Всего лишь месяц цветут и где-то уже 12 июля, 20 числах июля их уже нету, потому что их собирают. Это очень интересное место, особенное, но не будем очень долго вступать, давайте просто поедем, по пути у нас ждут еще несколько красивых мест. Поехали, Мадина, пожалуйста. На пути к Лавандовым полям, за 8 километров до Лавандовых полей, можно встретить лавандовые кусты, мы сначала подумали, что это оно, но на самом деле нет. Здесь можно встретиться, покататься, покататься на карусельке, но парковка тут стоит 5 лир, то есть 50 рублей, по сути ни за что, ради каких-то фотографий, простите, за ветер. Мы поехали дальше, покажем вам Лавандовый поля наконец-то. Если вы едете на Лавандовые поля с женами, то готовьтесь, что вы будете просто ждать в машине, пока у них будет фантазия, будут обмениваться. Фотографичками, фоточками, да, вот, ну как-то вот так. Поэтому просто можете ящик пива с собой взять и ждать. Карты. Карты, да. Вот, вот, как вы играете. На протяжении всех 8 километров от ближайшей деревни до Куюкака, можете встретить очень-очень много разных специальных построенных, то есть фотозон, где можно круто пофоткаться, круто посниматься. Конечно, это все еще не поля, это кустики. Эд, что делаешь? Да вот книгу новую скачал, английский для путешествий, смотри. Видела? Не, не видела, что за книга. Да книга, короче, 190 страниц, смотри. Тут все есть вообще для путешествий. Аэропорт, город, жилье, транспорт, например, жилье нажимаешь, все интерактивное, бронирование гостиницы, выезд. Это все, короче, для того, чтобы, видишь, тут диалог по-английски, все диалоги прописаны, вообще крутая книга на все случаи жизни в путешествии, а то мы тут в Турции турецкого-то пока не знаем, хотя бы по-английски со всеми объясняться. Круто, и где ее взять? Ну, Мадим, ну что за глупые вопросы? Конечно же, по ссылке в описании, кстати, там по ссылке в описании она всего за 299 рублей, только подумай, целая книга 190 страниц за 299 рублей, подарок просто. Короче, поняла, да, где? Угу, поняла. По ссылке в описании, ты же там всегда берешь книги. Отлично. Ладно, давай тогда найдем здесь английский для магазина и купим мне новую сумку, ну? Нет, эта книга не для этого. Нет, я уверен, там есть. 1050 фотографий, из них 2-3 выйдет. Из них только 2 лаванды. Здесь, в Куюкае, там, где лавандовые поля, можно найти очень много мерча, то есть есть мыло, кофе, даже чай, какие-то пирожки, пряники, то есть именно лавандовые поля превратили Куюкак, Куюджак, ладно, Куюджак, превратили Куюджак в большой, большой, огромный бизнес. На самом деле мы второй раз записываем этот видеоролик, потому что сильный ветер и плохо записалось, но надо же вам сказать об этом. Это озеро Бурдур, вы его будете проезжать, когда будете ехать в Куюджак. На самом деле у него ничего такого особенного, единственное, что сейчас видно, что оно подсохло, справа его много, как вы видите сейчас на кадре. Это такое белое дно бывшего озера. Но если поехать дальше, то там есть озеро Сардар, вот его мы вам советуем посетить, потому что оно считается самым глубоким озером в Турции. Самая большая глубина 185 метров и около 8 тысяч метров, то есть побережье этого озера. Поэтому мы-то здесь живем, но если вы приедете и поедете в Сардар, то обязательно посетите озеро Сардар. И если уж вы захотите еще больше что-то посетить, то и Спарта. В Спарте вы не насладитесь вечневленными отелями или дорогими какими-то местами. Это такое место, где можно полностью слиться с природой и приехать туда в любое время года. То есть там очень красивая флора, фауна, очень много достопримечательностей и круглый год. Плюс-минус там одна и та же погода, то есть 10-18 градусов. Рядом есть супер крутой горнолыжный курорт, куда люди ездят со всей Турцией. Поэтому если вы едете сюда в Лавандовые поля, вы турист, специально сюда выезжаете, то озеро Салда, Лавандовые поля и Спарта. Это три места, которые мы рекомендуем. Надеюсь, что это будет вам полезно. А еще в Спарте, это город Рос. Что это город Рос? Там поля розовые. Ага. Тут мой корреспондент добавляет, что в Спарте много роз. То есть туда ездят еще фоткаться с розами, да, это розовые поля. Ну там еще есть фабрика по производству всяких там лосьонов, средств по воду. Я сейчас подписчик, ничего себе лайк! На самом деле это и есть деревня Куюджак. Она очень маленькая, 200-250 человек. Непонятно, чем они тут занимаются зимой. То есть чем-то занимаются. Но лавандовые поля на подъезде везде. Да, лавандовые поля на подъезде везде. И по некоторым данным на 2013 год 5000 квадратных метров площади занимают лавандой именно в этой территории. На самом деле это очень круто, учитывая, что все это начиналось с того, что люди просто вот в этой маленькой деревне начали украшать свои дома лавандами. И из этого вырос такой огромный бизнес. Сейчас мы будем пить лавандовое кофе. Пойдем пить. А мороженое? И мороженое. Кофе напоминает воду. По вкусу. Так, хорошо. У тебя есть один шанс на реабилитацию. А вот вода не к этому умная. Кушку выберу. Сразу видно, с Нью-Йорка человек. Я кушку выберу. Просто еду. Лучше. Я предпочитаю классический. Слабенький, водный раствор. Вот, вот, смотри, вот, вот реакция к стене. Ну, как бы вообще никак. Вообще никак. Вот, вот, вообще никак. Мне показалось каким-то сладким. Просто перебор, да, перебор как будто сладости там какой-то. Может, твой с сахаром, но они должны быть сахаром. Мой сахар. Или мне так кажется. Лаванда ва... Мясо? Мясо? Нет, сейчас придумай. Ну, ты придумай, потом скажи. Лаванда вае есть. Лаванда вае масло есть. А, масло, да, масло есть. Пусть так, блинчик, так, блинчик. Пойдем. Ну что, я следователь. Пойдем мы со мной? Пойдем. Пойдем. Покажи мне. Я покажу вам тебе очень настоящего монстра. Давай. Тихо. Бабочка, бабочка. Бабочка. Мама, там бабочка. Мама. Кто это? Давай, покажи мне, покажи мне монстра. Это не монстр. Все? Что все? Перегорел? Что, ест мороженое? Лавандовое? Да. Так, декустируем мороженое. Деня, вкусно было? Да. Мороженое как мороженое со вкусом лаванды. Мороженое со вкусом лаванды. Если посмотрите, то вот видно, тут попадаются кусочки. Либо это червяки, либо это червяки, либо это лаванда. Лаванда. Это лаванда. Само мороженое, кофе и все остальное, оно, конечно, вкусное, со вкусом лаванды. Но, честно говоря, кофе мне очень не понравилось, потому что это было больше похоже на какой-то краситель в кофе А вот лавандовое мороженое было прилично, очень даже вкусное Это одно из больших полей здесь прямо над городом Вот он такой маленький, его даже практически не видно Поэтому, если будете здесь, чуть-чуть поднимитесь выше города Тут есть побольше лавандовых полей, и можно больше насладиться этими красотами А по факту просто пофоткаться Это просто очередь на того, что сфотографироваться с велосипедом в лавандовом Лавандовых полях И мы ее отстояли Мы ее начали Режимируем нашу поездку Понравились ли вам лавандовые поля? Антон? Кусты Ну так Ну то есть Вам не понять, но это острый Ганны Шабжона были довольны Это прям круто-круто Что круто? Вот эти лавандовые поля, запах шикарный Цветы красивые, фото, круто Прикольно, что их много, но они не выглядят как цветы, они выглядят как кусты Потому что это пустые Ну я почему-то ожидал, что это будет прям поле, и ты такой вложишься в него и делаешь папочку И он более пушистый будет Какие-то торчки, торчки такие теоретовые торчат А тебе понравилось, Дэнь? Да Что именно? Цветы Класс Кустые А верблюд? Верблюд тоже Который тебя покатал В общем, мы советуем вам обязательно приехать сюда, если вы будете проезжать мимо Или если у вас есть много свободного времени и жены, у которых есть инстаграм, то обязательно приезжайте сюда Попробовать надо Ну да Это опыт Но нужно успеть до окончания цветения 17 июля Да нет, да Ну вообще я читал, что там до 20 июля максимум, да? С 20 июня Ну это большой разброс Такой, это прям максимум Ну в общем, ставьте лайки, пишите ваши комментарии Что вы об этом думаете, куда еще стоит съездить здесь, рядом с Анталией Мы обязательно съездим И все, подписывайтесь на канал Пока Дэнь, Дэнь, Дэнь Можешь вот так вот ладонью прикрыть камеру? Ладонью, камеру Прикрыть Ну сюда ладонью Ну давай Давай, давай Дэнь, давай Не, выйди сюда Не, выйди сюда Не, выйди сюда Не, выйди сюда